Это война. В Италии не хватает тестов на вирус. Их скупает США. Статья Нария новости за 21 марта 2020 года. Галия Ибрагимова. В Италии на фоне эпидемии коронавируса разгорелся громкий политический скандал. Выяснилось, что в начале недели в городе Бреша самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса. На днях ожидается вторая поставка. Итальянцы негодуют. Политики отмалчиваются. Спецоперация по-итальянски. Рано утром, 17 марта, военно-транспортный самолет Boeing S-17 вылетел с американской военной базы Aviana на севере Италии и через полчаса приземлился в Бреша. В этом городе находится частная лаборатория, разрабатывающая тесты для диагностики вирусных заболеваний. Именно здесь производят комплекты для взятия мазка на SARS-CoV-2. Американские военные направились в лабораторию. Это не собирались предавать огласки, но утечку допустили сами американцы. На странице Aviana в Instagram они опубликовали фото из салона транспортника, набитого некими контейнерами. Запись в соцсети вскоре удалили, но пользователи заподозрили, что в контейнерах комплекты для диагностики коронавируса. Стали обсуждать, как огромному четырехмоторному самолету удалось незамеченным приземлиться и покинуть небольшой город, вывезя столь необходимые итальянцам медицинские средства. Новость подхватили итальянские СМИ. Журналисты, политологи и простые граждане негодовали, почему в условиях тяжелейшей пандемии американцам позволяют так поступать. Медики, рискуя здоровьем, борются за жизни больных, жалуются на нехватку медикаментов и с нетерпением ожидают аппаратов для вентиляции легких из Китая, а власти позволяют разбазаривать ресурсы. Весмер говорит, что это война и впервые в истории война всех против всех. Здесь нет союзов и союзников, каждый думает только о себе. В борьбе с коронавирусом главное оружие – тампоны, маски, респираторы, тесты. Американцы, закупив в Бреша полмиллиона тестов для Москвы, перевезли эти трофеи в Мемфис и теперь празднуют успех, говорится в передовице ведущей итальянской газеты. Больше всего возмущены северные провинции, где смертность от COVID-19 зашкаливает. Италия в беде, но отправляет тесты в Америку. Видимо, это новый способ уплаты дани колонизатору, комментирует ситуацию итальянцы. Медицинские средства производятся в Бреша, где бушует эпидемия. Медики пытаются не допустить, чтобы болезнь захлестнула соседний Милан. Но никто не воспрепятствовал отправке тестов в США. Кто вообще из правительства был в курсе происходящего? Негодуют итальянцы и гадают, сколько предложили американцы за товар и кто на этом нажился. Власти хранят молчание. Признание по-американски. Пару дней отмалчивался и Вашингтон, но фотографию с борта самолета увидели слишком многие. И Пентагон подтвердил закупку в Италии полумиллиона тестов. Тесты на коронавирус состоят из нескольких частей. Первая – тампоны для взятия биологического материала у пациента. Вторая – жидкость, куда тампоны помещаются. Вот то, что мы привезли из Италии, объяснил бригадный генерал ВВС США Паул Фридрихс. Представитель военного ведомства дал понять, что ничего особенного в этом нет. США и сами производят такие тампоны. Но тут мы видим прекрасный пример международного сотрудничества для удовлетворения глобального спроса, отметил он. Генерал Дэйв Голдфейн, возглавляющий штаб американских ВВС, признал, что Мемфис из Италии действительно доставили комплекты для тестирования на коронавирус. Но не уточнил, идет речь о ватных тампонах для взятия анализов или непосредственно о средствах, выявляющих заболевания. Тестовые наборы необходимы для поддержки национальной безопасности и системы здравоохранения. Приобретенные материалы позволят определить, соответствуют ли они требованиям. «Мы продолжим сотрудничество с итальянскими компаниями», – сказал Голдфейн и добавил, что в ближайшие дни планируются новые поставки из Италии. Путаница в терминах. Ситуацию прокомментировали и… Минуточку. Наша компания изготавливает комплекты для анализа на коронавирус, так называемые тампоны. Речь идет о средствах для взятия анализа, а не о диагностических материалах. Их разработкой занимаются другие лаборатории, сообщила гендиректор фермы Стефания Трива. С начала эпидемии COVID-19, по словам топ-менеджера, Копан Диагностик Синк поставила в больнице Италии более миллиона комплектов. Дефицита нет, нет и запретов на продажу за рубеж. Компания десятилетиями экспортировала в США свою продукцию. Но не из-за коронавируса у нас возникли проблемы с логистикой. Поэтому американцы организовали срочную отправку тампонов грузовым самолетам, пояснила Трива. В лаборатории не исключили, что подадут в суд на издание, распространившее непроверенную информацию. Проживающий в Италии историк и политолог Александр Дунаев в беседе с РИА Новости предположил, что это выведет скандал на новый уровень. Ситуация с коронавирусом в стране сложная. Люди надеются, что эпидемия вот-вот пойдет на спад. Но пока этого не происходит, напряжение в обществе сохраняется. Возможно, журналисты действительно не разобрались, чем тесты на COVID-19 отличаются от комплектов для анализа на коронавирус. Отсюда и путаница, говорит он. Даже если скандал удастся замять, по мнению Дунаева, поставки американцам продолжат обсуждать. Итальянским властям не избежать вопросов о том, почему в стране не хватает медикаментов. Галия Ибрагимова Это война. В Италии не хватает тестов на вирус. Их скупает США.